МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных новостях. Расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Арест в прямом эфире. Кого и за что взяли под стражу на заседание Кабмина? И зачем так показательно? -"Сирия". Спасибо за сотрудничество. Президент принял отставку Коломойского. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощь от США. Что еще доставят в ближайшее время? Среда заседания Кабмина. Маски-шоу в прямом эфире. Кто задержан и как все это происходило? Валентина Левицкая подробнее. Перед началом все как обычно. Заседание на полчаса задерживается. Чиновники и приглашенные депутаты разговаривают с журналистами. Но вот заходит премьер Яценюк и заявляет, ему только что сообщили о совершении преступления. Я просил бы министра внутренних справ дать информацию про ответственные злочины. Я хотел бы просить разрешения пригласить процессуального следователя. В зал заходят следователи и милиционеры в бронежилетах. Под объективами телекамер в прямом эфире главе госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бачковскому и его первому заму Василию Стоецкому одевают наручники и выводят. Задержанные молчат. Офицеров подозревают в махинациях с бюджетными деньгами при закупках горючего для ведомства, объясняют в МВД. Закупка действовалась в паливномастичных материалах в ТОВ «ЮКОЙЛ», «Альянс» и других предприятиях. Зазначено с повышенными ценами. Было установлено, что эти предприятия с низшими ценовыми пропозициями до участия в тендерах не допускались. В рамках этой простой схемы государственные закупки осуществляются через частную компанию. Частная компания перечисляет не резидента Украины, а в шорной компании на острове Джерси. С острова Джерси на другую частную компанию, принадлежащую Стоецкому и Бачковскому. После чего эти деньги делятся на их карточные соответствующие счета. Задержанных чиновников тут же увольняют. А исполняющим обязанности главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям назначают Заряна Шкиряка, советника министра внутренних дел. На этом кадровые чистки не закончились. Глава МВД потребовал уволить и всех руководителей областных управлений ГСНС. Говорит, они тоже были задействованы в коррупционных схемах. Я вернусь к наших американских и европейских партнерам с тем, чтобы допомогать, подследовать все финансовые транзакции по фирмам, которые были зарегистрированы номинально в США и по банковским рахункам, которые фактически зарегистрированы на Кипре. И в это же время обыски в домах и служебных кабинетах бывших главных спасателей. Все двери здания госслужбы закрыли изнутри и не пускали даже сотрудников, которые вернулись с обеденного перерыва. До 18.00 у нас рабочий день должен быть. Стоит охрана, выпускают только с проверкой документов. А пускают? Не пускают? Никого не пускают. Но вот подъезжает новый начальник ведомства с указом о назначении. Будем потихоньку разгребаться, вернее, не потихоньку, а, наоборот, очень уверенно разгребать все то, что тут коилось. Пытается войти, но и его не пускают. Несколько кругов вокруг здания и снова звонки с просьбой впустить. Слушай, ну все закрыто, я не знаю, я бегаю. Наконец, шкиряку открывают, и он заходит внутрь. А тем, кто еще утром руководил госслужбой, в течение суток объявят о подозрении. Валентина Левицкая, Ольга Рицарь, Владимир Самченко, Максим Чеблин. Подробности, телеканал Интер. И вот что думают об этом народные депутаты. Мне еще больше понравится наш уряд. Еще несколько дней назад у прямого эфира «Першого национального» Арсений Яценюк проводил с Бочковским на Раду. За последние несколько месяцев премьер-министр с начальником ДНС провел ризного рода заходов больше, а не с другими министерствами разом взятыми. А теперь, кажется, он все знал про коррупцию в ДНС. Это были показательные выступления для того, чтобы отвести удар от себя. После того, как мы узнали о предполагаемых 7 и более миллиардах хищения, которые надо заслушать в Раде, вдруг появились какие-то разоблачения по МЧС. Это показательные, повторяю, выступления, но меня они радуют. Это называется «Первый пошел». Это очень хорошо, я надеюсь, что со всеми остальными членами Кабинета министра мы потом точно так же разберемся. 7 миллиардов, вы вдумайтесь, эти деньги можно было вернуть всем пенсионерам, все их, что у них отобрали. И никто не хочет этого делать. Если Верховная Рада немедленно не создаст эту комиссию, а я подал такой законопроект уже, я считаю, грош цена этой Раде. Грош цена, она должна уходить. И еще одно. Я сегодня подал законопроект об изъятии зарубежных паспортов у действующих членов украинского правительства. Псевдо-антикоррупционный цирк. Коротко. Бачковского арестовать надо было с поличным, а не на шоу в Кабмине. И Арсений знает, что это можно было сделать. Этот чувак по их квоте. Надо было еще и циняку одеть балаклаву или чулок, чтобы шоу было ярче. Выпустили пар, думаете? Пока я жив? Нет. Сделали так, чтобы отвлечь страну от обвинений Гордиенко в адрес премьера и не дать запустить мою ТСК. О том, как западная пресса реагирует на задержание украинских чиновников в прямом эфире, подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Снимки и кадры с утреннего заседания Кабмина облетели весь мир. В то время, как растерянных чиновников уводили из здания на Грушевского, западные журналисты пытались связать это задержание с отставкой Коломойского и борьбой за укрнафту. Мол, наконец-то в Украине начали то, что так долго обещали – борьбу с коррупцией. Французское издание «Лемонт» напомнило, что в стране каждая копейка на счету и прозападное правительство давно уже обещало расправиться с доимством и распилом бюджетных средств. Это гангрена украинского общества. Российские оппозиционеры, блогер Навальный в своем твиттере с завистью написал «Вот украинцы прямо на заседаниях Кабмина аресовывают тех, кого подозревают в хищении, а у его фонда борьбы с коррупцией есть документы для задержания 90% российских чиновников». Аресты показательные и назидательные сегодня Украине нужны. В стране берут и дают все. И всем. Правда, такая публичность – метод не совсем европейский, скорее азиатский. В последний раз на людях наручники одевали на чиновников Северной Кореи. За распутную жизнь и капиталистическое разложение был арестован дядя Ким Чен Ына, товарищ Чан Сун Тхек, прямо во время съезда партии. Дальнейшая судьба дяди плачевна. Из-за всех кинохроник, последующих и предыдущих, он в лучших тоталитарных традициях просто исчез. Но это уже совсем другая история. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». В МВД также подозревают в коррупции двух бывших министров из предыдущего Кабмина Яценюка. Это экс-глава Министерства АПК Игорь Швайка и экологии Андрей Мохник. По словам Арсена Авакова, коррупционные злоупотребления в ведомстве Швайки были особо вопиющими. Сейчас идет расследование, в том числе и в отношении госкомпании, которые действуют в составе этих ведомств. Губернатор больше не губернатор. Ночью Игорь Коломойский лишился должности главы Днепропетровской обладминистрации. Кто теперь в регионе главный и что думают об отставке депутата и политологи? Расскажет Екатерина Лысенко. Мы принимаем забеспеченный мэр на знак стабильности, спокий. Коротко, сдержанно, толерантно. Ночью президент Петр Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского и отправил его в отставку. Спасибо. И вам спасибо за сотрудничество. От отставки предшествовали ряд скандалов, в том числе на Укртранснафте и Укрнафте, влияние на которые имеет бывший Днепропетровский губернатор. Главная ошибка Коломойского, он привел вооруженных людей баррикадироваться в Укрнафте. Не испытываю никакого ликования от увольнения Игоря Коломойского. Это логичный конец противостояния власти с олигархом. Это реакция нардепов из блока Порошенко на отставку губернатора. Теперь Порошенко ответственен за регион. Уверен, мы не дадим расшатать ситуацию, когда всякая сепаратистская нечисть будет ходить по нашей земле с российскими флагами. Это уже ответ Виталия Куприя, нардепа из Днепропетровска, близкого к бывшему губернатору. Официальные оценки двух фракций коалиции, президентской и премьерской, таковы. После всего этого накала ситуации, которую мы видели в последние дни, единственным логичным довершением была бы отставка Игоря Валерьевича Коломойского. Есть четкие заявки людей из ближайшего оточнения Коломойского про то, что будут переданы справы, что никаких проблем не будет. В любой час Игорь Валерьевич готовится встретиться со своим наступником. Игорь Коломойский и его команда сделали много хорошего для того, чтобы Днепропетровская область, и не только Днепропетровская, и Запорожская, и, наверное, Харьковская удержать от перекатывания в пучину сепаратизма и терроризма. Будем говорить откровенно, Игорь Валерьевич и его команда не всегда действовали законными методами, но на тот момент у нас был полный паралич власти. Логичной отставку считает и оппозиция. Мы давно говорили, что надо отправить в отставку многих чиновников. Сейчас многие из команды Коломойского побежали, то есть пакуют чемоданы, деньги вывозят, перерегистрируют собственность, особенно отнятую рейдерским путем на какие-то поставные фирмы из других регионов. Что касается фигуры нового губернатора, ничего не могу сказать, человек для региона пока неизвестный. И уже сегодня, после отставки губернатора, президент подписал закон об акционерных обществах. Это позволит вернуть государству контроль над Укрнафтой. А пока временно возглавлять Днепропетровскую область будет Валентин Резниченко, еще недавно губернатор Запорожской области. Это человек, безусловно человек президента. Я еще не сказал бы, что вопрос до конца решено относительно наступника Коломойского, потому что Днепропетровск – специфический регион с своей мощной элитой. В субботу в Днепропетровске отбудется митинг. После этого в Днепропетровске нужно налагодить работу администрации. И эти тижни будут знаковыми для нового призначенного представителя президента. Но можно точно сказать, что новый представитель президента не имеет никакого отношения к Укрнафте или Укртранснафте. И, напевно, что он не имеет никакого интереса в государственных предприятиях. Вместе с Коломойским ушли и его замы – Святослав Алиник и Геннадий Корбан. Они написали заявление. Екатерина Лысенко, Ольга Теребинская, Геннадий Аникенко. Подробности – телеканал «Интер». Чиновники Днепропетровской области под прицелом Службы безопасности Украины. Ведомство проверит их возможную причастность к провокационным призывам провести вечер в городе, к участию в котором планировали задействовать проплаченных провокаторов из Донбасса. Об этом сообщают в Службе безопасности. Напомню, акцию планировали провести завтра, позднее перенести на субботу, как сказал нардеп Андрей Денисенко, чтобы избежать спекуляций на тему появления новой народной республики. И вот что заявили сегодня в СБУ. Провокация, которая развивалась, планировалась в том числе с возможным завезением провокаторов проплаченных из Луганской и Донецкой областей. Этот план взорванный. Если это любая громадская акция, то мы будем защищать безопасность таких громадских акций. Сейчас мы документуем все высловления, все заклики. Все материалы додаются до криминального проведения. Запрошаются представители на допыты. Тут нет никакой политической складовой. А есть исключительно правовая сторона вопроса. Об этом Наливайченко и Лубкивский заявили после торжественных мероприятий по случаю 23-й годовщины создания СБУ. Возлагали цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни в Академии СБУ. Награждали сотрудников нагрудными знаками и часами. Валентин Наливайченко говорил о необходимости оптимизации службы безопасности, в том числе о президентском законопроекте о сокращении 4 тысяч сотрудников ведомства. В этом году СБУ также планирует избавиться от двух отделов следствия и борьбы с коррупцией. Кроме этого, в планах запуск электронной системы пропусков в зону АТО. Она должна была заработать сегодня, но из-за технических проблем пока действуют в тестовом режиме. Ненадийное функционирование насамперед интернетом в Луганске и Донецке областях. Мы работаем с КЛС, но понимаем, что другого шляха нет. Максимально спрощать, переводить в электронную систему, особенно пропуски в зону АТО. Ну и ближе к вечеру. Маркиан Лубкивский на своей странице в Фейсбук написал о том, что СБУ задержало человека, приближенного к Денису Гордееву. Его, напомню, подозревают в убийстве офицера службы безопасности Виктора Манзека под Волновахой. Задержанный дал важные показания, которые помогут в поисках Гордеева. Всего в ходе спецоперации и расследования убийства СБУ задержало 30 человек. У них изъяли большой арсенал оружия, взрывчатки. Среди задержанных и вооруженные военнослужащие одного из батальонов, которые необоснованно находились на территории детского заведения в Волновахском районе. Ну и Петр Порошенко пообещал, что причастных к убийству офицера СБУ под Волновахой накажут по всей строгости закона и не спасет ни депутатский мандат, ни крыша госслужащего. Сегодня президент вручил орден за мужество жене погибшего Виктора Манзека. Напомню, его застрелили во время операции по задержанию контрабандистов в зоне АТО. На курок нажал помощник депутата Андрей Денисенко Денис Гордеев. И вот что сказал президент. Вооруженные люди, которые находились у здания Укртранснафты, крышевали контрабанду алкоголя из зоны АТО и стреляли в офицера СБУ под Волновахой. Все члены одной и той же организации, СИЧ. Так заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. Но какая именно СИЧ? Как оказалось, их несколько. Одна зарегистрирована в июле прошлого года. Правозащитная организация СИЧ. Ее основатель нардеп Андрей Денисенко, помощник которого и убил сотрудника СБУ. Есть также охранная структура СИЧ. Она тоже зарегистрирована в Днепропетровске. Это ей, Арсен Аваков, выдвинул ультиматум, потребовав в течение 24 часов сдать оружие, поскольку по закону частные охранные фирмы не имеют права на его ношение. Прошло уже, кстати, двое суток. Разоружились ли? Общаться с прессой там категорически отказываются, бросают трубку, а адрес офиса засекречен. И, наконец, СИЧ номер три. Это спецбатальон МВД, бойцы которого находятся в зоне АТО. И вот что говорят в их пресс-службе. Нет, мои деньги точно не получили. Наши дети проводят на продвижку в Писках и в Славянске. Сегодня силовики Днепропетровской области работают в режиме тишины. Ни пресс-конференции, ни брифинга, ни комментариев для СМИ. Только прокуратура распространила пресс-релиз, где сообщается, что по поручению Авакова расследуют, откуда у вооруженных бойцов под Волновакой в руках оказалось оружие, которое числилось за батальоном Днепр-1. Автоматы были списаны после Иловайского котла, как потери на поле боя. В Днепропетровской области сегодня взорвали железнодорожные пути. Это произошло на границе Покровского и Межевского районов на перегоне Димурина-Просиная. Повреждена колея. Взрыв прогремел во время движения грузового поезда с углем из Донецкой области. Один вагон сошел с рельсов. Весь день здесь работали милиция и саперы. Движение поездов на этом участке было остановлено. Ранее в СБУ заявляли о готовящихся провокациях в Днепропетровске с участием экстремистов из Донецкой и Луганской областей. Александр Пантелеймонов работает сегодня в районе Мариуполя. Он с нами на связи в прямом эфире. Саша, здравствуй. Какие у тебя новости сегодня? Да, Наташа, самая напряженная ситуация по-прежнему в Широкино. Также обстреливали террористы и поселки, которые располагаются севернее. Использовали по-прежнему и тяжелые запрещенные 120-миллиметровые минометы. И вот обстрелы продолжались практически всю ночь. И вот только к утру активность боевиков снизилась. И сегодняшний день прошел относительно спокойно. И вот сегодня в звуке мощных взрывов слышали мариупольцы с противоположной от террористов западной стороны города. И вот о том, что это было, предлагаю посмотреть в нашем следующем сюжете. Наши войска действительно отвели тяжелые вооружения на обусловленные в Минске расстояния. Но при первой необходимости, если начнутся бои, готовы вернуться на передовую и открыть огонь. Вот сейчас эти 152-миллиметровые орудия на учениях и будут вести огонь по условным целям. Это оружие настолько мощное, что от выстрелов содрогается земля. Огромная гаубица с элегантным названием «Гиацинт» сейчас далеко от линии столкновения, согласно условиям перемирия. Но артиллеристам не до отдыха. Они тренируются и оттачивают мастерство. На тренировках тяжело, в бою легко. Это орудие «Гиацинт-2А36», которое весит 9 тонн 800 килограмм. Стреляет на дальность 33 километра. Работа у артиллеристов не из легких. Каждый выстрел бьет по ушам, будто кувалдой. Огромные снаряды нужно постоянно подносить к орудию. Быстро и слаженно. Весь расчет работает как единое целое. Кто-то не успел, помогает товарищ. Снаряд весит сам 46 килограмм. Весит, берется и ложится на лоток аккуратно, чтобы с зарядом нигде не ударить. Придерживаемся охраны техники безопасности. Бойцы шутят делать свое дело на свежем воздухе у побережья. Что может быть лучше? Да и отстрелялись на твердую пятерку. Отлично. Настроение всегда боевое. Всегда готовы. Всегда на готовности. Это все доброе. То, что сегодня вы увидели практично, хлопцы выполнили невидимно. Все нормативы, которые закладаны для артиллеристов... Наши ребята говорят, войны не хотят. Но если все-таки придется, точно не промахнуться. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Как прошел день на Донецком направлении? Узнаем у Станислава Кухарчука. Он с нами на связи. Стас, здравствуй. Как сегодня боевики стреляют? Здравствуй, Наташ. Да, действительно, на Донецком направлении по-прежнему неспокойно. Боевики не прекращают обстреливать позиции наших военных, в том числе и с тяжелого вооружения. Со слов бойцов, террористы это делают для того, чтобы спровоцировать украинскую армию на ответный огонь. Сегодня обстрел был с самого утра. С полвосьмого утра до восьми. Ночью бывают обстрелы. Тяжелая артиллерия летит с их стороны. Бывают стрелковые. То есть по-разному, когда как. На одном из блокпостов в Ясиноватском районе нам удалось повстречать представителей ОБСЕ. Вот наши военные нарекают на то, что наблюдатели фиксируют далеко не все. Так ли это, мы решили уточнить у самих представителей миссии, но они комментировать отказались. Мы слышали, стояли здесь, был обстрел. Фиксировали это? Все комментарии пришли. Вот со слов наших военных, используя вот это вот условное перемирие, боевики только наращивают силы. Также в прифронтовой полосе активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп противника. И в связи с этим украинская армия усилила проверки автомобилей и гражданских лиц. И, наверное, самая приятная новость для наших военных и для их семей буквально через несколько недель бойцов, отслуживших год в зоне АТО, демобилизируют. На их место в подразделение придет новое пополнение. Ребята уже в буквальном смысле этого слова считают дни до своего дембеля. Всем нашим близким и друзьям привет. Матерям, женам, детям. Мы вас любим, мы скоро будем. Слава Украине! Городам слава! Ну и к этому часу это пока вся информация, Наташа. Спасибо, Стас. Станислав Кухарчук был с нами на связи из Донецкой области. Луганская область. Там сегодня относительное затишье. О его причинах и ситуации на передовой в районе города Счастье расскажет Ярослав Кречко. Дорога на Луганск перекрыта минами. За счастьем оккупированная территория. Это крайняя точка, которую контролируют украинские военные. Отсюда хорошо видно, вот там веселая гора и там уже позиции террористов. По данным наших военных, на разных постах на горе от 15 до 30 боевиков активности не проявляют, лишь наблюдают. Они отсюда оттянули технику, много людей и перенаправляют их в места ударов. То есть там, где они концентрируются первоначально. Дебальцевское направление, сейчас вроде Мариупольское. Но разведка боевиками украинских позиций – обычное дело. В основном три человека подходят. Один занимает там, как этот, на пороте, либо сна, либо кто там. В лёжке, да, там тепловизор, ремнёй, винтовочка. Ну, метр в 70 до нас подходили, ну не более. Мы готовы их ждать. То есть встретись с радостными объятиями. Смех здесь вызывает ещё одна история. Эту машину, которая теперь служит для эвакуации раненых, ребята забрали у террористов. Они ехали с двумя заложниками. Они думали, что это пост сепаратистов. Вышли такие весёлые, показывали нам удостоверение НКВД, ЛНР. Мы их запаковали, освободили заложников. Сейчас наши военные активно укрепляют позиции и делают всё, чтобы здесь, на передовой, держать себя в форме. Спортом занимаемся постоянно. Ну, его закопали, да? Да, да, да. Был вначале под блиндаж, но потом решили сделать спортплощадку. Террористы, по словам ребят, тоже занимаются. Правда, боевой подготовкой выстрелы слышны постоянно. Но наши военные уверяют, счастье в надёжных руках. Слава Украине! Ярослав Кречко, Андрей Костюк и Николай Терещенко. Подробности – телеканал «Интер». Депутаты оппозиционного блока зарегистрировали в Раде пакет законопроектов, необходимых для реализации минских договорённостей. Об этом сегодня в Харькове заявил лидер фракции Юрий Бойко. В мирный пакет вошли законы об обнистии для участников конфликта на Донбассе, о восстановлении банковской системы и соцвыплат, а также пункты, согласованные в ходе подписания минских договорённостей. Однако принятие этих законов, по мнению Бойко, невыгодно правительству. Я считаю, что у нас та коалиция войны, которая сформировалась в парламенте, и которая тормозит вот эти процессы, вот у меня мнение у нас такое, что они делают всё, чтобы не допустить мирного урегулирования, потому что тогда проявятся все их провалы. И коррупция, и вся их абсолютная провала в экономике. И вот этим военным психозом они пытаются покрыть это и не дать возможности людям увидеть это своими глазами. Как живут, в чём нуждаются и о чём говорят люди в оккупированных городах? Мы каждый день созваниваемся с Донецком и Луганском. Давайте послушаем и посмотрим. В магазинах есть минимальный необходимый запас продуктов, но, к сожалению, по завышенным ценам. И зарплату, к сожалению, тоже не платят. По городу ездят военные машины с военными людьми. Были автоматные очереди. Купить в аптеках элементарных лекарств аспирина, аналогина, фурацелина невозможно. В больницах нет врачей и медсестёр. В первой больнице, там одна медсестра, она всё отделение. Был случай родственника. К нему в Ханжонково пришли представители ЖКХ. И вынуждали его оплатить коммунальные услуги. Если не оплатят, то в противном случае пообещали всё отрекать. То есть, куда кому за что платить, тоже абсолютно непонятно. Нас огорчают пустые полки. Потому что их не завозят с украинской территории. Их не пропускают на пласть. Правительство, значит, работники регулярно, срок в срок, день в день получают зарплату и другие выплаты. Пишут обращения, скажем так, и комитеты различные просят хоть помочь, но чтобы как-то выжить, в конце концов, как-то сводить. То есть, там какие-то детские смеси, питание, ответы, денег нет, возможности нет. Первые 10 «Хамви» — это американские броневики с самолётом привезли из США в Киев. Прямо на взлётной полосе вездеход протестировал Пётр Порошенко. Остался ли доволен президент и кому достанутся эти машины? Подробнее Елена Митясова. Борт американского самолёта охраняют несколько десятков человек. Подходить ближе, чем на 200 метров, запрещено. На борту ценный груз «Хамви» для украинских военных. Бронированные вездеходы лично встречают президент Украины. Пётр Порошенко садится за руль и вперёд по взлётной полосе, тестировать мощности. Украинские военные тем временем в предвкушении, а модификации заграничного авто не знают пока ничего. Мы сами их глаза пока ценовую модель не видели, что я могу про них рассказать. Мы посмотрели из них далеко, ну, с далеко, как и вы. И вот, когда сертификаты уже вручены бойцам вооружённых сил Украины и СБУ, к броневикам можно подойти и даже посидеть. Четыре места для солдат, одно для пулемётчика, коробка автомат, броня. Александр Криворучко только что вернулся из зоны АТО, говорит, машина-зверь. Она преодолевает очень тяжёлую дорогу, которую не может обычной машиной пройти. Тут, как вам так объяснить, коробка передач, тут идёт автомат. То оно, как бы, полегшает работу водителя. Но прежде чем эти вездеходы поедут в зону АТО, их придётся доукомплектовать. На крышу установят вот такие вооружённые модули. Их специально изготовили на украинских заводах. Данный гранатомет имеет дальность максимально 2200, прицельную 1500 метров. Скорострильность близко 400 пострелов за минуту. Військово-технічная допомога, которую Соединённые Штаты Америки надают сейчас в Украине, вместе с другими странами, есть очень-очень вчасной и крайне необходимой. Когда мы твердо держим курс на политико-дипломатичное регулирование международного конфликта на Донбассе, но когда сопротивник постоянными порушениями режима припинения в огне споникает нас до активизации наших усилий, первочередливым вопросом есть увеличение защиты Украины. 10 Хамби – это лишь часть военной помощи от США, говорит Пётр Порошенко. В течение двух месяцев Америка поставит Украине ещё 230 таких машин. Елена Митясова, Владлен Ноль. Подробности – телеканал «Интер». Для чего подходят американские внедорожники? Где они использовались? В чём их достоинства и недостатки? Об этом наш Сапкор в Вашингтоне, Дмитрий Еловский. Сложная аббревиатура HMMWV как-то не прижилась в военных. Дорожникам солдаты сразу дали ласковое, почти домашнее прозвище – Хамби. Эти машины на вооружении у американской армии ещё с начала 80-х. Сперва в качестве эксперимента, а вот ровно 30 лет назад их стали массово производить на заводе А.М. Дженнеров в штате Индиана. За эти годы в свет вышло несколько десятков разных моделей Хамби. Сейчас производят уже третье поколение, нашпигованные техникой и компьютерами. Кстати, у Хамби появился и гражданский, цивильный брат. Это Хаммер для фанатов в стиле милитари, но более как-то приспособленный к повседневным и невоенным нуждам. Модель, которую сегодня в Киев доставил американский грузовой самолёт, в принципе, не из последних. Это Хамби М1114, второе поколение из трёх. Впервые сошёл с конвейера в середине 90-х. От предшественника отличался в основном защитной системой и конструкцией брони. Сейчас такие машины ездят в составе воинских подразделений Америки, Израиля, Египта, Литвы, ну и многих других стран. Вес автомобиля почти 5,5 тонн, но внутрь больше 4-х человек не поместится. М1114 начали делать после войны в Сомали. Там морпехи поняли, что необходима доработанная защита от мелкокалиберных оружий. Автомобиль удачно обкатали во время боевых операций на Балканах, а также на Ближнем Востоке. И вот теперь Восток Украины. Разработчики уверены, этот Хамби выдержит удары пуль калибра 7,62, а также противотанковых мин весом до 5,5 килограмм. Ну, вообще, автомобили Хамби, строго говоря, для украинских военных уже не совсем новинка. Впервые они появились в армейских гаражах ещё в 2000-х. По словам силовиков, машины славятся своим неповторимым гидроусилителем, быстрым разгоном, а также практически неубиваемой коробкой передач. Но есть и проблемы. Это низкое качество дизеля, которое постоянно застарает фильтры, но понадобится Украине и запчасти. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк, подробности. Американское бюро телеканала Интер. Ни одного сигнала бедствия за 8 минут падения. Почему? Этим вопросом задаются все авиаэксперты. Что же произошло с самолётом, потерпевшим крушение во французских Альпах? Какие версии и что могут рассказать чёрные ящики? Обо всём подробнее. Татьяна Лагунова. Вчера нас было много, сегодня мы одни. Немецкий городок Хальтер-Намзе не может оправиться от шока. На борту аэробуса из Барселоны возвращались 16 учеников местной гимназии и двое учителей. Для города, где все друг друга знают, это больше, чем трагедия. Когда мы узнали о крушении, ещё была надежда. Вдруг они не успели на рейс, вдруг было два рейса в Дюссельдорф одновременно. Наша школа уже никогда не будет прежней. 150 человек. Большинство немцы и испанцы. Среди погибших также граждане Дании, Британии, Бельгии, Австралии, Японии и других стран. Украинцев на борту не было, но один пассажир с украинскими корнями. Солист немецкой оперы на рейне, бас-баритон Олег Брыжак. Родился в Казахстане, в молодости работал во Львове, покорил Вену, Париж, Токио, Чикаго, Берлин и Лондон. И Барселону на борту аэробуса. Он возвращался с гастролей. Свечи и цветы в аэропортах Барселоны и Дюссельдорфа. Сотрудники German Wings начали день с минуты молчания. Сегодня компании пришлось отменить ряд рейсов. Пилоты и бортпроводники не смогли выйти на работу. Мы знаем, что есть сотрудники, которые настолько переживают эту трагедию, что говорят, я не могу лететь. На месте крушения во французских Альпах не прекращаются поисковые работы. Задействованы 600 человек, как французские, так и немецкие специалисты. Черные ящики уже нашли, они сильно повреждены. Но эксперты надеются, что записи все же удастся расшифровать. Пока записи не изучены, сложно склоняться к какой-либо из версий. И поэтому мы рассматриваем все версии. И надеемся, что расследование как можно быстрее установит причины аварии. Что случилось с аэробусом? Почему он начал резко терять высоту? Почему пилоты не отвечали на запросы диспетчеров? И почему за 8 минут, а именно столько продолжалось падение, экипаж не подал сигнал бедствия? Над этими вопросами сейчас ломают голову авиационные эксперты во всем мире. За 8 минут члены экипажа могли связаться с землей. Большой вопрос, почему они это не сделали? Не могли? Или с ними что-то случилось? Они остались без кислорода? Может кто-то сделал что-то плохое? Или они были чем-то очень заняты? Версий много. Отказ двигателей, неисправность бортового компьютера, разгрометизация кабины, пожар, ошибка пилотов. Но все это только догадки. Ответы будут позже. Их ждут родственники погибших. Сегодня они начали приезжать на место трагедии. Ничто не исключено. Это принцип, которым руководствуются следователи. Рассматривают и версию теракта, которую считают даже не маловероятной, а практически нулевой. Но тем не менее, эксперты запросили записи из аэропорта Барселоны. Оттуда вылетал аэробус. Они хотят проанализировать, как пассажиры проходили контроль, как поднимались на борт, чтобы убрать малейшее сомнение. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Легализованное хулиганство в Москве. Кто осквернил место гибели Бориса Немцова, а потом позировал на этом фоне? Все подробности знает Данил Русаков, наш российский корреспондент. Следов вандализма на месте гибели Бориса Немцова сегодня уже нет. А вчера, во вторник, субботник, здесь устроили активисты российской оппозиции. О том, что вечером агрессивно настроенные прокремлевцы с оранжево-черными лентами тут резвились, как хотели. Сейчас напоминают разве что фотографии. Убитого оппозиционного политика обозвали предателем интересов России. Самодельную табличку «Немцов мост» изрисовали темной краской. Все свои художества эти люди запечатлили и даже выложили в интернет. И теперь для активистов протестного движения главная цель – попытаться привлечь вандалов к ответственности. Депутат одного из московских округов Максим Кац даже обращение специальное составил. Вот оно, документ адресован прокуратуре. Ответа от правоохранителей пока, правда, никакого не последовало. Это подходит под статью «Хулиганство» по предварительному сговору группы лиц и по мотивам политической ненависти. На мой взгляд, я не уверен, но я попросил проверить. Это та статья, по которой судили когда-то пусть и рает. Потому что там через запятую идет политическая, религиозная и еще какая-то национальная. О самих вандалах известно, что это активисты так называемого движения «Серб». Чем-то подобным на месте гибели оппозиционного политика они уже занимались и не раз. На девятый день после гибели Бориса Немцова тоже. Сторонникам российского протестного движения эти лица хорошо знакомы. Они регулярно появляются на антивоенных пикетах и оскорбляют тех, кто не разделяет кремлевскую точку зрения. Один из лидеров провластных активистов себя называет Гоша, по некоторым данным, из Днепропетровска. Обладатель сразу двух паспортов, украинского и российского. Вот его, по всей видимости, по ошибке полицейские задерживают во время годовщины событий на Майдане. Российские оппозиционеры тогда пришли с цветами к украинскому посольству. Не ожидали, да? Ну это прикольно вообще-то. Что скажет этот человек на сей раз? Случай, если предполагаемых вандалов задержат, разбираться с ними будет Тверской районный суд Москвы. Один из стратегических современной российской истории. Там рассматривали дело Магнитского, и решения служителей Фемиды всегда вызывали бурный резонанс, периодически граничащийся скандалом. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. А тем временем Госдума России трудоустроила беглого украинского министра. Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко теперь специалист в области защиты интересов российских инвесторов за рубежом. Его включили в состав экспертного совета комитета Госдумы по собственности. Ну а в Украине Захарченко, напомню, объявлен в розыск с марта прошлого года. Белорусский день воли, посвященный Украине, в Минске на акцию вышли около двух тысяч человек с флагами Белоруссии, Украины и Евросоюза, а также довольно красноречивыми транспарантами. Россия – это война, и что за бульба без укропа? Митинг был согласован с властями, поэтому на этот раз обошлось без задержаний. Кого и за что уволили в Николаевской милиции? И кто из выздоравливающих бойцов АТО будет болеть за нашу сборную по футболу в Испании? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Асталависта Джереми. Как Би-Би-Си решилась на развод с Кларксоном? Хруст французской булки в Северной Корее. Кто балует местных политиков? Осторожно, русалка. За что Наташу Королёву могут лишить всех званий в России? Высшая квалификационная комиссия отстранила от должности на два месяца скандального судью Владислава Оберемко. С таким ходатайством обратился генпрокурор в связи с расследованием уголовных преступлений. В начале марта, я напомню, сотрудники ГАИ остановили внедорожник, за рулём которого был пьяный судья Макаровского райсуда Оберемко. При оформлении протокола судья угрожал пистолетом инспектору ГАИ, а также журналисту, который снимал этот инцидент. Они работают в милиции, не скрывая своих политических сепаратистских пристрастий. Почему не реагируют те, кто должен за этим следить, пока журналисты не поднимут скандал? Так было в Николаеве. Об этом подробнее Кирилл Ющишин. Десятки сердечек для Путина, сепаратистские лозунги и фотографии триколора. Всё это на страничках в социальных сетях сотрудницы Николаевской милиции Татьяны Абрамовой. Девушка в открытую поддерживает террористов ДНР и ЛНР. Хвастается у неё из пропуск во все здания на захваченных территориях. И одновременно она носит униформу украинской милиции. В сепаратизме девушку увлечили журналисты. Она яро в соцсетях, в новостях, не только наших, в комментариях, сказывала. Сепаратистские настрои её явно были выражены в её текстах. Когда начали просто копать глубже, смотреть по социальными сетями и тому подобное, оказалось, она является сотрудником милиции. Просто вопиющий был случай. Абрамова в прошлом году была не раз замечена на сепаратистских митингах в Николаеве и в Одессе. Даже на сцене выступала и писала материалы для сепаратистского сайта. Как же человек с такими взглядами попал на госслужбу, да ещё и в милицию, в МВД пока не объяснили. После публичного разоблачения девушку временно отстранили от службы. Указанная сотрудница, она совсем недавно прибыла после прохождения первоначальной подготовки в ряды правоохранительных органов. Буквально несколько дней она работала в батальоне патрульно-постовой службы. А вот советник министра внутренних дел Антон Герасченко уже отписался у себя в фейсбуке. Мол, девушку приняли в ППС по протекции местного руководителя милиции. Её досье с пристрастием изучали кадровики МВД и ВСБУ, но ничего крамольного не обнаружили. Герасченко также пишет, что её уже уволили и советуют, цитирую, пусть работает в коммерции, домохозяй, создаёт семью, родит детей. Сама же Татьяна говорит, уволилась по собственному желанию и утверждает, её оклеветали, страницу взломали. Мол, сама за Украину, а тень на её репутацию бросила бывшая работа. Как журналист я работала на издании, которое носило более пророссийский характер. То есть я была вынуждена придерживаться их политической позиции. Теперь Татьяна собирается в суд подавать иск как на журналистов, так и на руководство МВД. Но о скандальный аккаунт в соцсетях девушка пока не удалила. Кирилл Ещищен, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер Николаев. Но в Министерстве культуры скандал. Украинские музейщики опубликовали открытое письмо к руководству страны. Просят уволить министра культуры Вячеслава Кириленко. Пишут, он отбросил развитие культуры в стране на 10 лет назад и назначил своих людей директорами крупнейших музеев. Пирогова, Нацмузей истории, София Киевская. В ответ в Министерстве культуры заявили, все обвинения это клевета бывших руководителей музеев и заповедников времён Януковича. Мол, те прикрываются авторитетом международных музейных организаций, пытаются вернуться на свои прежние места. Все детали этого скандала мы расскажем завтра, поэтому не пропустите. Джереми Кларксон всё-таки уволен. Бессменному ведущему автомобильной программы Топ Гир не простили скандалы и не продлили контракт. Гендиректор Би-Би-Си подтвердил, с сожалением увольняет звезду, но репутация дороже. А вот кто готов пожертвовать имиджем ради публичной славы, так это политики. О ком речь, расскажет Оксана Кундеренко. Полчаса, когда в британском парламенте страсти накаляются до предела, это время вопросов и ответов премьер-министра. Первое лицо государства выслушивает претензии от депутатов и отчитывается за свои действия. Вопросы к премьер-министру. Прошу, задавайте. Сегодня 151-я и последняя словесная баталия для Дэвида Кемерона как премьера. А еще последняя схватка с главным оппонентом, лидером либористов Эдом Милибандом. Мистер Спикер, в понедельник премьер рассказал нам о своих планах выхода на пенсию. Потому что он верит в прямые ответы на прямые вопросы. Это была музыка для моих ушей. Вот вам прямой вопрос. Сможете ли вы остановить рост ПДВ? Прямые вопросы требуют прямых ответов. И мой ответ – да, мы справимся. Перепалка двух политических монстров, как говорят, сделала сегодняшний день. Раньше консерваторы уходили от разговоров о налогах, а после этого заявления привлекли всеобщее внимание и получили одобрение. Остальные 20 с лишним минут дебатов можно описать двумя словами – шум и гам. Так жарко в палате общин давно не было. Все разговоры на повышенных тонах, а если нет, то с юмором. Давайте я отвечу уважаемому джентльмену, который был членом парламента. Ой, он не депутат? Проблемы здравоохранения, иммигрантов, катастрофа немецкого Боинга или шум на дорогах – что бы ни обсуждали в парламенте, главное, как при этом показали себя спикеры. В сегодняшних неформальных дебатах победил действующий глава правительства. На этом сходятся эксперты. Впереди еще дебаты телевизионные, на них лучшего выберут зрители. Ну а уже в мае выскажется весь электорат. До парламентских выборов в Великобритании осталось 43 дня. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Французские булки в Северной Корее. Привет российской Госдуме от Наташи Королевой и волшебный кролик в Китае. Об этом не только в нашем обзоре. Королеву красоты Японии обвинили вне японской внешности. Мол, нельзя Ариане Миямото представлять страну восходящего солнца на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка совершенно не похожа на японку. Критиканы вспомнили о происхождении красавицы. Мать Миямото – японка, а вот отец – афроамериканец. Девушка училась в США, потом вернулась на родину. Не королеву, а уже Наташу Королеву могут лишить всех званий в России. Причина – интимное видео артистки, которая попала в сеть. Обнаружил его скандальный депутат Госдумы Виталий Милонов. Он требует немедленно забрать у Королевой звание заслуженной, а также запретить ей и супругу Тарзану выступать на концертах. Мол, не могут такие люди стать примером для детей в России. Сингапурцы раскупили все четырехзначные номера лотереи, связанные с датами рождения и смерти Лик Ван Ю. Люди считают, все, что касается личности реформатора, приносит удачу. Игроки даже делают ставки на комбинацию цифр 8898. Это номер гроба политика. Создатель экономического чуда Сингапура Лик Ван Ю умер два дня назад. На должности премьера он работал 31 год. Теперь хруст французской булки слышен в Северной Корее. Местная политическая элита балует себя настоящими багетами. Журналисты разузнали, в прошлом году кондитеры из Кандер приезжали во Францию на стажировку. Учились печь оригинальные багеты. Теперь эти же повара готовят для политиков высшего эшелона. Булка стала хитом в меню привилегированных классов. Ватикан организует закрытую экскурсию по Сикстинской капелле для бездомных. Это идея архиепископа Конрада Краевского. Людям выдадут аудиогиды, сопровождать их будут экскурсоводы. В это же время вход для остальных туристов закроют. После молитвы бездомных угостят ужином. Китайские зоологи нашли волшебного кролика. Очень редкое животное обнаружили в горах Тяньшаня. Там и сделали эти снимки. В последний раз волшебного кролика видели 22 года назад. Считают, риск исчезновения грозуна выше, чем у панд. До сих пор ученые ничего не знают о повадках зверька. Поэтому и назвали его волшебным. Подарки и приглашения на все матчи. Футболисты национальной сборной сегодня были в столичном госпитале. Пришли к раненым бойцам. Как умеют болеть настоящие любители футбола даже на маличной койке. Видела Ирина Романова. Такого сюрприза никто из пациента военного госпиталя не ожидал. К раненым бойцам пришли те, кого до сих пор они видели только по телевизору или на футбольном поле. В жизни не думал, что я побачиваю. Всех знаю. Гроталь, Фадетский, Кимаччук. Боец АТО Юрий Гребинок сколько себя помнит. Болеет за команду Днепр. Не мог не воспользоваться моментом. Да можно люди сфоткать на телефон? Игроки позируют с Юрием. И на этом фото. Каждый герой. Они наши герои. Мы будем пытаться их поддерживать. И стараться каждый раз, каждый матч. Мы приглашаем на каждый матч. Наш сборная Украины, Днепр. Так что будем рады видеть. Только Днепр, только победа. И сборной в Украине всего самого наиболее. О, ничего себе. Мы уже так скучили за футболом. А теперь стараюсь ничего не пропускать. Скоро у вас матч пристает. Дуже серьезный. Только победа. Будем обязательно гладки рвать за вас. Футболистов сразу не отпускают. Сфотографироваться с ними хотят все и раненые, и их родители. Рому видно. Рома. Замкомандир роты 24-й отдельно механизированной бригады Роман Гаврильчак был ранен во время отступления из Дебальцева. Пробитые легкие, поврежден позвоночник. Отказали ноги. Впереди тяжелая операция. А сегодня маленькая радость. Раненые рассматривают подарки, футболки, шарфы. Больше всех повезло пятерым, выздоровевшим. Уже завтра они полетят с футболистами на игру в Испанию. Сегодня надо игрой доказать. Будем стараться. Я думаю, это поможет играм. Выздороветь. А когда ребята поправятся в футбольной федерации, обещают создать две смешанные команды из бойцов и профессиональных игроков. И вместе сыграть товарищеский матч. Ирина Романова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Все последние новости вы можете узнать на нашем сайте. Подробности ЮЭ. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин